Одного из самых известных художников страны, Никаса Сафронова, посетители выставки встречают у входа в зал. После церемонии открытия экскурсия от автора. На стенах пейзажи, натюрморты, портреты знаменитостей. С некоторыми, рассказывает художник, знаком по долгу службы, с другими давно дружит. На выставке более сотни самых разных картин, в том числе выполненных в авторском стиле Dream Vision. Есть и неординарные сюжеты. Необычная серия на картинах, то ли люди, то ли звери, характера животных. Автор старался передать через человеческие образы. Не забыла про себя. Вот он, автопортрет художника. Сегодня Никас Сафронов входит в десятку лучших художников мира. Некоторые его картины уходили с аукционов почти за миллион долларов. Работа художника сегодня находится в ведущих мировых музеях, а также в частных коллекциях российских и зарубежных звезд. Художник творит в самых разных стилях и жанрах. Говорит, это помогает всегда быть увлеченным самому и удивлять любого зрителя. Свои работы пишет не для себя, а для людей. Вспоминает, однажды в американских джунглях, где во время путешествия экстренно сел его самолет, искусство помогло спасти жизнь всей команде. Самолет начал барахлить, и нам пришлось приземлиться на территории вот этих диких племен. Это было племя канималов, которые, правда, говорили, что они уже не едят там никого лет 10. Но на самом деле, кто их знает. Ну вот, я написал вождя, и графику, даже не очень удачную, я бы сказал, но ему так понравилось, что нас тут же освободили. В противном случае, мы могли бы быть просто уже съедены с овощами и фруктами местного такого. На выставку в Самару Никас Сафронов привез избранные работы. Все они из его мастерской. Экспозиция уже обрела поклонников на Украине, в Казахстане, в странах Европы и Азии. Есть на что посмотреть, о чем подумать, что представить. В принципе, постараться понять художника. Я считаю его одним из величайших художников нашей современности, потому что прикоснуться к прекрасному всегда это очень хорошо и прекрасно. Пришла получить новое вдохновение. Люблю рисовать. Очень интересно, что сочетание цветов, четкость, естественность. Выставка Никаса Сафронова пробудет в музее Алабина до 26 ноября. Также художник планирует провести мастер-классы и творческие вечера. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.